И первый лайфхак будет очень простой и довольно-таки полезный. Это будет самодельный тубус для ваших, ребята, поплавков. Раньше мы когда-то рассказывали, как сделать тубус из трубы ПВХ, вот такой вот. Но сейчас вам расскажем способ немножко поинтереснее, так сказать, где каждый поплавок будет отдельно друг от друга. Хороший тубус для поплавков можно сделать из куска пластикового подоконника. То есть, когда я устанавливал себе подоконник в доме, я увидел этот обрезок и понял, что там много разных отверстий, и можно сделать неплохой тубус. Сюда каждый поплавочек будет, получается, помещаться вот так отдельно, не будет ломаться, и будет все у вас целое и невредимое. То есть, как его сделать? Тубус практически готов. Все, что нам необходимо, это одну из сторон нашего тубуса просто-напросто взять и проклеить каким-то толстым таким скотчем. У нас с вами получилась вот такая вот штука. Все запаяно круто, но вверху надо сделать, чтобы закрывалось. Я взял вот такую вот мягкую штуку с утеплителя, с транспортировочной какой-то обвертки. Видите, как пенополиуретан. И также нам понадобятся каких-то два кусочка небольшой резинки. Вы можете взять либо канцелярские резинки, это тоже будет очень здорово, вот они, один-два, либо какая-то резинка потолще в качестве рыболовной. Что мы делаем? Мы берем просто наши поплавки, сейчас помещаем наш тубус. Вот, они у нас не выпадают снизу. Сверху берем этой штучкой, просто-напросто прикрываем, и берем вот так сверху канцелярскую резинку раз, и канцелярскую резинку сверху продеваем. Все, таким образом у нас получилась такая, можно сказать, даже самоделка, ребята, а не лайфхак для хранения поплавков. Если вы уж очень захотите, здесь можно подписать, где и какой вес у поплавка, нарисовать форму поплавков, чтобы вы знали уже визуально. Но, в принципе, верхнюю крышку вы можете сделать по-своему, не обязательно так, как сделал я. Теперь на рыбалке очень просто. Просто сняли это все резиночками, достали нужный вам поплавочек, какой вам нужен, и просто любой поплавок достали. Все поплавки будут целые, они будут путаться между собой, они будут биться, разбиваться, и даже если вы на них наступите, сядете на них, они будут целые, но ничего у вас не поломается. Итак, и наша следующая самоделка будет просто скользящий груз своими руками. Итак, а для этого нам понадобятся ножницы, проволочка и ушные палочки. Итак, а первым делом мы берем ножницы и обрезаем края от нашей ушной палочки. Потом надо взять нашу проволоку, сделать как вам удобнее, чтобы вы держали ее пальцами, и брать вот так вот наматывать. И наматывать близко рядом друг к другу, вот так плотненько. Чем больше намотаем, тем больше будет огруженность. Получилось вот такой у нас скользящий груз. Обрезаем пополам, обрезаем все ненужное. Продеваем туда леску, и вот вам заменяем грузило. Вот таким образом мы продели наш скользящий груз, и вот так он работает. А сейчас я вам расскажу один самый простейший лайфхак. Мы были с Серегой на рыбалке, у деда клевал карасть, и ни у кого практически он не клевал. И он нам рассказал одну небольшую хитрость, о которой мы расскажем сейчас вам. Так, нам для этого понадобятся обычные черви. Вот он наш первый чувак. Возьмем, и он попался в наши руки. Это в сторону, и нам понадобится крючок. Мы берем одного червя, ломаем его напополам. Одну сторону он нам понадобится, и вот с этой стороны тоже. Вся суть этой хитрости в том, что мы берем червя, продеваем сначала с одной стороны, потом с другой. Также мы можем нацепить не одного червя пополам, а штуки три-четыре. Вот мы для наглядности взяли большой крючок, чтобы вы понимали, какой пучок на карася у нас получается, и на какой он обычно клюет. Вся суть в том, что вы наживляете этого червя и опускаете его в воду, он пускает свой сок, и этим самым привлекает к себе рыбу. Причем крупного карася. Да, вот я говорю, дед ловил именно вот, ну там поймали мы одного вот такого, еще одного вот такого, дед ловил именно вот таких лаптей, грамм по 500, по 600. В прошлой подборке лайфхаков я вам рассказывал, как сделать экстрактор из зубной щетки. Ребята, сейчас же я вам расскажу, как сделать экстрактор из проволоки. В данном случае я взял довольно толстую проволоку, нужно использовать ее потонше, конечно же, но я для наглядности взял именно толстую проволоку, чтобы вам было понятно. Вот наша проволока. Мы берем с вами один кусок, загибаем пополам и делаем просто ручку. Ну, ручку такую, как нам будет удобно. У нас получается такая штука. Теперь мы берем и отгибаем ее в сторону. Вот так. Оба-на! Этот край заводим сюда и загибаем просто вниз теперь. Вот у нас практически наша ручка готова. Можно лишний край просто взять и откусить отсюда. А с другой стороны мы просто делаем небольшую петельку, для того, чтобы можно было продеть по леске и достать наш с вами крючок. Вот таким вот образом. Просто берем и загибаем это все дело. Представим, что вот наш крючок глубоко в пасте рыбы. Мы берем экстрактор, продеваем его на нашу леску, опускаем в рот и просто вот так вот, оп, и сняли наш с вами крючок. Все очень просто, ребята, делается. Вот каждый ездит на рыбалку. И вот особенно на ночных рыбалках нам нужны светлячки. Мы, как все, можно сказать, как все, ломаем светлячок полностью. Но через час, через два он потухает и теряет свою яркость. Чтобы этого не случилось, мы можем с вами сделать небольшой лайфхак. Ломать его постепенно. Сломать один краюшек, постучать. И просто-напросто на поплавок, на колокола, на вот эти же вот с нашей самоделки прицепить. И сидеть ждать. Пройдет час-два, он немного потеряет свой свет, потухнет. Доломаем еще другой краюшек. И вот так вот этот светлячок может нам прослужить сутки, а то и двое или трое. Если ломать светлячок постепенно, то это продлит его жизнь. Это самоделка, самоподсекающийся поплавок. Самоподсекающийся поплавок, ребят, пришел к нам из древних времен. Это не то, чтобы поплавок сам мгновенно резко засекал рыбу. Но все же сделать его можно просто своими руками без всяких трудностей. Для этого нам с вами понадобится Димон. Только что сел печенюшки. Вот такая вот пенопластовая штука. Раньше использовали пенопласт, использовали дерево, что-то плавающее, другие материалы. Сейчас же у нас есть такой пенопласт, и можно просто здорово им обойтись. Вы видите, что это пенопластовая формочка, как правильно сказать, контейнер пенопластовый, где у нас продается печенье, сверху завернуто пищевой пленкой. Именно его мы будем использовать для самоподсекающейся поплавка. Ну а основой поплавка будет обыкновенный поплавочек для ловли карася весом 2 грамма. Нам нужно взять вот эту штуку, нужно взять какую-то монетку и обвести кружок. Теперь необходимо вырезать вот этот кружок. Вот у нас получилась вот такая штука, то есть пенопластовый кружок. Берем наш поплавок и по центру этого кружка одеваем туда наш поплавочек. Видим, кружочек здесь хорошо, легко ходит. Вот это и будет наша основа для самоподсекающегося поплавка. Что нужно сделать, друзья? Нужно взять теперь зажигалку и слегка вот здесь сверху наш с вами поплавок подпалить. У нас получился вот такой маленький пятачок и теперь наш пенопластовый кружочек будет в него упираться. Сейчас вам покажу, как огрузить данный поплавок и в чем вся суть его работы. Поплавок мы с вами огружать будем по верхнюю красную антенну. Получается, наш кружочек будет плавать вот так вот. В момент поклевки, когда будет рыба тянуть вниз, она не будет чувствовать сопротивление нашего круга. Никакого кружок будет просто свободно плавать вот здесь вот. Когда она сделает резкий рывок, наш поплавок уйдет вниз и кружок упрется в верхнюю часть поплавка. В наш пятачок, какой мы расплюснули. И тем самым создать сопротивление вверху по воде. И рыба просто-напросто, ребята, возьмет и сама засечется. То есть она будет сначала тянуть, ничего не чувствовать, потом чувствует сопротивление резкое, хоп, и ее что-то тормозит. Такое впечатление, будто вы сделали маленькую небольшую подсечку. Вот в этом и есть вся хитрость поплавка самоподсекающегося. Сейчас вам покажем, как работает этот поплавок. Заброс, Димон. Смотрим. У нас получается антенка торчит свободно, а вверху плавает кружок. Видите, есть небольшие поклевки, и во время, получается, хорошей поклевки кружок упирается вверх самый, и у нас идет самоподсечка. Поплавок погрузился, и сразу идут поклевки. Вот видим. Оба. И вот видим рыбеха. Кто это, Димон? Окунь. Окушок взял небольшой. Ну вот по такому принципу и работает самоподсекающийся поплавок. Следующий лайфхак про то, как сделать универсальный индикатор клева с колокольчика и светлячка. Если у вас есть вот такой вот колокольчик, ребята, на прищепке, но вы хотите из одного сделать два, тут же два, вот видите, у меня один потерялся, поэтому он мне просто ненужный. Но вместе с индикатором поклевки, то есть со светлячком, можно это сделать все очень просто за считанные секунды. Все, что для этого понадобится, это один колокольчик, кембрик со светлячком, светлячок, какая-то зажигалка и просто термоклей. Что мы с вами делаем? Мы с вами берем наш термоклей. Вау, пошла жара. Нам нужно распалить наш с вами термоклей. И после этого нанести его немножко на наш колокольчик. Теперь термоклей есть у нас в колокольчике. Немножко его растопить и всунуть в наш кембрик. Наша задача вклеить просто колокольчик в кембрик. Теперь мы берем наш светлячок и просто продеваем в наш кембрик. У нас получается такая нехитрая конструкция. Теперь, друзья, вот этот простой колокольчик со светлячком можно прицепить на вершинку нашего удилища. Вот сюда вот. У вас будет визуальная поклевка и, то есть, на слух. Вы будете видеть, где вас что, когда тарахтит. Как это сделать? Все сделать это очень просто. Можно его сюда прикрутить при помощи изоленты, либо кусочка скотча. У всех рыбаков есть изоленты, поэтому, пожалуйста, берем посредине как раз, чтобы было видно и светлячок, и тарахтел наш с вами колокольчик. Привязываем это дело. У нас получается вот такая вот система. Где у нас будет визуально все видно и будет слышно, когда будет клевать. Привет, хороший Тайсон. Ой, ты красавчик, красавчик. Хороший собак. Следующий лайфхак будет о том, как сделать силиконовую приманку нескользящей. То есть, как добиться такого результата, чтобы во время забросов и поклевок она у вас не сползала с крючка и как можно дольше вам прослужила. Вот наша силиконовая приманка, на которой мы собираемся ловить. Часто окуньки клюют, и она у нас вот так сползает вот с крючка просто. И тем самым нарушается вся, как бы сказать, целостность оснастки. Нас выручит с наших светлячков вот этот маленький кембрик прозрачный. Наша задача разрезать этот кембрик вот так вот. И от этого кембрика отрезать небольшую такую полосочку. Теперь при помощи какого-то инструмента, либо руками, этот кембрик мы должны продеть на наш с вами крючок. И как раз этот кембрик будет плотненько поджимать вот таким образом нашу силиконовую. Итак, теперь я вам расскажу, как сделать стопорок своими руками. Для этого нам изначально понадобится мультитул с ножницами и обычный ниппель рыболовный. Обрезаем кусочек ниппеля. Один может до этого обрезали. Вот таких получилось у нас два кусочка. Берем край лески, берем наш отрезанный ниппель и просто-напросто продеваем. Все как обычно мы делаем всегда, чтобы одеть поплавочек. Вот такая конструкция у нас небольшая получилась. Теперь нам понадобится спичка. Берем спичину, обламываем и просто-напросто туда прямо вталкиваем, впихиваем. И вот такой стопорок у нас с вами получился. Кстати, ничем не отличается от обычного стопорка. Итак, наш следующий лайфхак, как сделать разноцветный силикон. У нас есть две силиконовые рыбки разного цвета. Мы берем одну рыбку, берем вторую, берем ножик, обрезаем. Вот, допустим, у нас здесь есть промежуточек. По нему обрежем наш силикон. Вот у нас получилось две части. И возьмем второй. Вот у нас есть две покромственные рыбины. Все очень легко. Мы перелаживаем их местами. И сейчас будем очень просто все склеивать. Итак, берем два наших края. Поворачиваем нужной стороной нам. Опаливаем один. Как только он загорается... А, еще раз. Опаливаем один. Как только он загорается, их тушим и соединяем. Итак, нашему силикону надо дать пару минут остыть. Ну, или просто так прижмать. Мы можем еще раз его подпалить зажигалочкой, чтобы немножко выровнять все эти недостатки, которые мы сделали в первом разе. Вот такая двухсидная приманка у нас получилась. И так же мы можем сделать с нашими теми двумя краями. Друзья, я сейчас вам расскажу, как правильно одеть светлячок на фидерный наконечник, чтобы он не мешал вашим забросам на рыбалке, и чтобы у вас ничего не путалось. Вот у нас в руках кьювертип и сам светлячок. Вот наш кьювертип, вот наш светлячок. Так же у нас всегда в комплекте идет такой кембрик. Первый способ, ребят, самый простой. Мы просто-напросто продеваем сюда кембрик через наш с вами кьювертип. Да, иногда это туго, но для этого мы всегда покупаем светлячки большего диаметра, потому что это не поплавок. Толстый светлячок всегда дольше будет светить. И теперь что мы делаем? Мы просто-напросто продеваем сверху вот сюда наш с вами светляк. И теперь, когда мы ловим фидером, у нас визуально все видно. Мы видим на самом кончике у нас с вами светлячок. Но бывает проблема, когда здесь у вас шнур, шнур вот сюда попадает, часто случаются перехлесты. Даже если вы вот таким вот образом проденете вниз светлячок, всегда у вас здесь будут, получается, друзья, перехлесты. Это не очень хорошо и часто можно сломать вершинку на вашем фидерном удилище. Чтобы этого не произошло и ваша вершинка осталась целой, друзья, я вам рекомендую крепить светлячок на фидерный наконечник с двух сторон. Для этого мы берем ножницами, перерезаем наш кембрик пополам. Как я сказал, перерезаем кембрик строго посередине на две части. Раз, два. И продеваем уже сюда два кембрика. Один, второй. Они легче пролазят. И теперь что мы с вами делаем? Первый край светлячка сюда помещаем. Вот таким вот образом. И второй край точно так же. При таком размещении светлячка у нас с вами нечему просто путаться, нечему путаться и у нас все будет цело. Раньше я цеплял светлячок просто на один кембрик. Но потом один раз я сломал кивертип и просто-напросто Серега мне показал такой отличный способ. Вот мы его сейчас показали вам, чтобы вы сохранили в дальнейшем свои снасти. Ну что ж, это абсолютная правда и мы сейчас вам расскажем и покажем, как мы ее будем делать. Первым делом нам нужно взять какое-то сверло, у меня это сверло для бойлов, и сделать сбоку небольшое отверстие. Вот таким образом. Второе отверстие делаем с противоположной стороны. Теперь нам понадобится какая-то монетка, в моем случае 5 копеек. Она как раз отлично вот сюда вот на низ пробки подходит. Когда мы ее сюда сейчас приглянем, наша пробка будет падать вот так вот. Именно монетка вниз, потому что она будет создавать груз. То есть, что мы сейчас с вами, друзья, делаем? Мы возьмем какой-то ножик, в моем случае мультитул, и низ пробки слегка вот так зашкрябаем. Зачем мы делаем эту шершавость? Мы делаем для того, чтобы поверхность стала ровной и лучше сюда приклеилась наша монета. Наша задача взять суперклей и приклеить вот сюда на эту пробку пятачок. Для тех, кто не знает, суперклей отлично клеит металл, пластик, даже металл к металлу я пробовал. Все в нашем случае будет нормально. Просто намазываем суперклеем, здесь хорошо так хорошо намазываем. Вот. И теперь берем пятачок, прикладываем сверху, придержим и подождем сейчас несколько минут, пока он хорошо схватится. Как видите, наша монетка здорово приклеилась и я уже соорудил небольшую снасть. Это простая снасть, крючок, сантиметров пять отступили и какая-то дробинка. Обратным краем нашего поводка просовываем сюда и просовываем с другой стороны в отверстие точно так же. У нас получилась вот такая снасть и свободный поводок. Как видите, пробка все время переворачивается вниз, а крючок мы будем всовывать в нашу пробку. Сейчас покажу, как это дело работает на практике. Мы берем немножко каши нашей прикормки, какой-то ароматной, такой хорошей, ребят, и набиваем в нашу пробочку. Набили в пробку, получается и крючок уже с нашей насадкой, что у нас здесь будет, червь, опарыш, неважно, берем просто и всовываем вот сюда вот таким образом, вот так вот. Получается, когда рыба приплывает, начинает хавать всю эту подкормку, просто берет и засасывает наш крючок. Я вам для наглядности сделаю все крупно, толстая леска, толстый крючок. Но если сюда сделать все осторожно, то поверьте, с каждого заброса у вас рыбка будет клевать вот именно со снасти пробки. Потому что здесь идет интенсивность корма, большая пятно, и рыба просто начинает отсюда брать его. Такой маленькой легкой снастью пробка можно рыбачить, друзья, на поплавочную удочку, а не на дальняк, не на закидушку. Вот именно такой снастью. Ну что, друзья, а следующая самоделка – это петлевя с своими руками. Вам часто приходится на рыбалке делать петли, соединять леску, продеть фидерную кормушку, надеть поводки. Вот мы сейчас будем вам показывать. Ну что, нам понадобится булавка и какой-нибудь мультитул или обычные кусачки, которые есть абсолютно у всех. открываем булавку и вот с вот этого вот края обкусываем его под самый край. И что мы должны сделать? Два неровных края. Мы должны их сравнять. Хотя бы минимально, как-то на глаз. Вот у нас получилась вот такая вот штука. Итак, что делаем мы дальше? Я думаю, плоскоупками, кусочками умеют пользоваться все, мы немного берем, отступаем от краюшка и вот так вот загибаем нашу булавочку с одной стороны и так же с другой. Вот такая конструкция у нас получилась. Вот это наш собственный петлевяз. Сейчас будем показывать, как он работает. Как связать петлю? Представим, что вот шнур нам надо сделать петельку. Берем его вот так вдвое, одеваем сверху. Затем, когда мы продели, берем, делаем еще одну петлю двойную и проворачиваем ее. Одеваем сверху сюда и наша задача вот эти двойную петлю продеть через нашу одинарную, чтобы она была за ней. Делается это вот таким образом. Оба-на! Булавочка все это дело растопыривает и петелька проходит дальше. Есть. Прокинули их. Теперь просто это дело потихоньку подтягиваем и эти две петельки снимаем с нашей булавки. А первая петля остается все там же, где была. Затем это дело затягиваем и у нас получается петля по размеру нашей булавки. Вот она наша готовая петелька. Вот такая она вышла. Такой самоделкой пользовались наши деды. Так как вы знаете, старенькие люди, у них плохо со зрением. И вот они придумали вот такой вот хороший способ. Продолжение следует... Продолжение следует...